Поиски несовершеннолетнего Павла Добритского продолжаются. Подросток 18 января примерно 22 часа зашел в подъезд своего дома и домой не пришел. Розыск подростка идет уже четвертые сутки. В полицию поступали сигналы о том, что подростка видели в разных районах города. Однако домой мальчик возвращаться не спешит. Проживает мальчик в городе Фокино по улице Белошева, 7. Учится в школе номер 256 в 9 классе. Заявление о том, что подросток пропал, поступило в отдел полиции от отца мальчика. Несовершеннолетнего отпустили гулять до 21 часа 30 минут. То есть как бы время уже было немного больше, поэтому отец стоял на балконе, курил, ждал сына. То есть он видел, как в подъезд зашел Павел с подругой Кристины, фамилию не будем называть. То есть он это все время стоял на балконе, курил. То есть через минут 20-30 девушка Кристина вышла из подъезда, села в машину такси и уехала. То есть подросток домой не зашел, поэтому отец начал волноваться, обидеть тревогу. Созвонившись с подругой Кристиной, которая пояснила, она не знает, где Павел. То есть они расстались на третьем этаже Белошева, 7. Он проживает в Белошево, 7, квартира 26. После чего гражданин Добритский обратился в отдел полиции с заявлением, просил принять меры к розыску его сына. Полицейские всю ночь искали подростка. Также поиски Павла продолжились и днем 19 января. Делали осмотр квартиры, проверяли, мало ли, что может случиться. То есть осматривали территорию, чердак, подвалы там. То есть подростка нигде нет. На следующий день у нас отдел работал весь по тревоге. То есть искали подростка. По словам специалистов, пропавший подросток ранее из дома не уходил. Но учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и в отделе участковых уполномоченных полиции не состоит. Подросток воспитывается в полной благополучной семье. Семья полная, многодетная. Проживает в пятикомнатной квартире. Мама педагог. В семье двое ещё двойняшек. Мальчики по 7 лет. Отец бывший военнослужащий. В принципе семья положительная, благополучная. То есть воспитанием ребёнка занимаются, стараются заниматься. Как бы с Павла, ну стараются как бы строго спрашивать учёбу. Потому что у него имеют место пропуски занятий. Как бы неудовлетворительные оценки там имеют место по некоторым предметам. Поэтому родители делают углу на учёбу. Возможно, это и причина ухода несовершеннолетнего из дома. Сейчас поиски несовершеннолетнего продолжаются. Полицейские предполагают, что ребёнок жив и что он просто скрывается от родителей. По состоянию на 14 часов 21 января подросток найден не был. На вид мальчику 16-17 лет. Росту 87 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы тёмно-руссые, средней длины. Глаза карии. Большие объёмные ресницы. Густые широкие брови. Нос прямой с горбинкой. На лбу малозаметный длинный горизонтальный шрам. На момент ухода был одет в чёрную вязаную шапку с козырьком. Болоневую чёрную куртку с капюшоном изнутри жёлтого цвета. Болоневые тёплые брюки с белыми лампасами по бокам. Серые кожаные полусапоги с молнией и шнуровкой. При себе имел сотовый телефон Philips, который в настоящее время недоступен или находится вне зоны действия сети. Всем, кому-либо известна любая информация, просьба сообщить по телефону 02 или 24 452.